Ученые протестовали из-за нехватки денег сотрудники Российской Академии Наук из Нижнего Новгорода, Томска, Москвы, Владивостока возмущены сокращением расходов на науку в 2016 году на 8 миллиардов рублей. Омск волна протестов практически не затронула, по словам местных ученых, финансирование и так было скудным, урезать по сути нечего. И все же в региональном бюджете оптимизировали статьи на исследовательские работы. Теперь несколько омских ученых до сих пор не могут получить гранты, которые выиграли. Почему обещанного и честно заработанного приходится ждать, расскажет Светлана Иловнарова. На его счету более 200 исследовательских работ, десятки публикаций в ведущих научных журналах России, 4 изданные книги и один выигранный грант от Российского гуманитарного фонда. В этом году научно-исследовательский проект Сергея Сизова об истории Омска стал одним из лучших в стране. Работу должны были профинансировать из федерального фонда и областного бюджета. Только вот спустя полгода денег не выделили. В региональном бюджете нет средств. Когда полгода прошло, я обратился к губернатору. Когда начнется финансирование, понял, что возникают проблемы. Все пишут, что проект не относится к первоочередным и будет финансироваться по мере исполнения бюджета. Что такое мера исполнения бюджета? Это такая резиновая формула. Регион не проявляет интереса в год 300-летия города к истории Белого Омска. Правительство Омской области заключило соглашение с руководством Российского гуманитарного научного фонда. Каждая из сторон обязана выплатить омским ученым на исследование по 5 миллионов рублей. Причем пока регион денег не выделит, фонд тоже не даст ни копейки. Средств должно было хватить на 21 научный проект. На деле же профинансировали лишь 9. Те научные работы, на которые деньги выделялись в первую очередь, выбирало Министерство образования Омской области. Предпочтения отдали проектам прикладного характера, то есть связанным с экономикой или финансами. В первую очередь нужно отдать деньги туда, которые действительно сейчас быстро будут применимы, которые могут изменить каким-то образом ситуацию в регионе экономическую. В Российском государственно-научном фонде эту ситуацию прокомментировали сухо. Региональный конкурс подразумевает паритетное финансирование проектов со стороны фонда и субъекта Российской Федерации. В этой связи РГНФ не может начать финансирование до обеспечения гарантий со стороны Омской области по выполнению своих финансовых обязательств. Выделять ученым положенные деньги Министерство образования Омской области формально не отказывается. Они могут сделать это завтра, а могут и в декабре. Только вот для реализации некоторых проектов необходима работа в московских архивах или долгосрочной командировке, отправляться в которые за свой счет у ученых просто нет возможности. Если ситуация не изменится, некоторые проекты могут так и остаться невостребованными. Светлана Елавнарова, Анатолий Серов и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.